Девушки отдыхают Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. В эфире программа «Пресс-клуб». Я, Геннадий Коцов, рад приветствовать вас в нашей передаче, в которой мы обсудим основные темы, прошедшие трудовой недели, начиная с понедельника, с гостями нашей программы. Я их сразу хочу представить. Рядом со мной Леонид Амстиславский, писатель и журналист. Леонид, приветствую вас. Добрый день. И Владимир Ельченко, чрезвычайный полномочный посол Украины при Организации Объединенных Наций. Владимир, приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, рад, как всегда, что вы в нашей программе. Хотел бы сразу предложить первую тему, поскольку, Владимир, вы здесь присутствуете, я хотел бы начать с Украины. И первая тема, вы знаете, я, в общем-то, на этой неделе только в нее так вошел, начал изучать взаимоотношения Украины и Венгрии. На самом деле это все ведет такое впечатление к вообще дипломатическому конфликту, уже привело вернее, и к разрыву может быть, не дай бог, конечно, Венгрии и Украины. Поскольку последнее сообщение о том, что консул Украины в Венгрии отозван, по-моему, ответное действие провела и Украина, или прежде всего Украина, а потом уже реакция была Венгрии. Речь идет о том, что в Венгрии, Венгрия выдает в Западной Украине паспорта венгерские. Причем я посмотрел статистику, в 2015 году, более свежей статистики нет, то есть три года назад, было выдано 94 тысячи паспортов венгерских украинцев. Начался этот скандал, просто для наших телезрителей, с того, что была опубликована запись, она какая-то внутренняя, непонятно, кто ее записал. В выдаче венгерском консулате венгерских паспортов украинцам, там то, что возмутило, я понимаю, украинцев, то, что возмутило Украину, это то, что эти паспорта выдавались, после чего было сказано, ну, во-первых, принимают присягу на верность Венгрии, защищать Венгрию и так далее, в Украине нет разрешения на двойное гражданство, я сразу напомню об этом. Итак, выдается второй паспорт украинцу, и при этом представитель консулата венгрии говорит о том, что я вас прошу не рассказывать о том, что вам дали паспорта, то есть эту тему не поднимать. То есть такое впечатление, что это как-то так негласно, втихаря делается. Владимир, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали всю эту ситуацию. Насколько я понимаю, в Украине это очень и очень серьезная тема, но это ведь тема многолетняя, она имеет свою многолетнюю традицию. Да, вы правы, отношения Украины и Венгрии переживают, наверное, сейчас очень непростой такой период или момент, этому есть целый ряд исторических объяснений, и, кстати, я хотел бы сразу напомнить, что у Венгрии аналогичные проблемы существуют со всеми их соседями. То есть Украина в этом плане не уникальна, это и проблема Словакии, то есть словацкое меньшинство в Венгрии и венгерское в Словакии, и с Румынией, то есть со всеми соседями. Истоки этой проблемы, наверное, нужно искать в тот период, когда к власти в Венгрии пришла нынешняя партия, которую возглавляет тренер-министр Орбан. Он занимает резкие позиции, такие, ну, как говорят в Европе, крайне правые, это касается и отношений с Евросоюзом Венгрии, и внутри Европейского Союза Венгрии, также настойчиво, как вот в вопросе с Украиной, о котором вы упомянули, она настойчиво и резко выступает против принятия каких-либо мигрантов на своей территории, в то время как существует общая директива Европейского Союза, которая пропорционально распределяет количество мигрантов, которые, так сказать, поступают в Европу, прежде всего, из Африки, из Северной Африки. Но в этом Венгрии не одиноко, там немало стран восточной Европе. Да, да, но Венгрия наиболее жесткую позицию в этом вопросе занимает, и дело дошло даже уже до перспективы принятия против Венгрии, как и против Польши, санкций Европейского Союза за такую неуступчивую позицию. Но если возвращаться к вопросу с Украиной, то с самого начала новое правительство Венгрии, это было примерно 2-3 года тому назад, начало делать достаточно резкие заявления о том, что они намерены очень жестко защищать права своей меньшины в Закарпатье. И все было бы, ну, вернее, все закончилось бы этими жесткими заявлениями, дальше это дело не зашло бы, если бы на каком-то этапе, после того, как в Украине был принят закон о языках, и Венгрия, в отличие от всех остальных соседей, у которых, в общем-то, не меньше меньшины, ну, может быть, чуть-чуть меньше, но не на порядок, на территории Украины, как и у Венгрии. Это болгары, это словаки, это румыны и так далее. Венгрии возмутились этому, они посчитали, что этот закон ограничивает языковые права, их меньшинства в Закарпатье. Там, я должен сказать, что там десятки школ венгерских в Закарпатье, около 30 или даже 50. Да, и дело в том, что... Я просто прошу прощения, я был удивлен, то есть, живут ученики, естественно, этих школ в Украине, но после тестов, которые им предложили пройти, они даже не могли написать ни по-украински, ни по-русски свою фамилию, то есть, они в этих школах, они знают только венгерский язык, живя в Украине. Именно в этом и проблема, то есть, понимаете, наш мотив Украины взялся в том, чтобы дать возможность этим людям получить нормальное образование, хотя бы базовые украинские знания, не только украинский язык, ведь речь идет о преподавании других предметов, чтобы они могли себя потом найти и сделать карьеру в Украине. А то получается, что вот эти вот условные 100 тысяч, так сказать, венгров, которые живут на территории Украины, они готовятся для жизни не в Украине, то есть, это какой-то... Венгров с военным гражданством. Да, да, то есть, они, подавляющее большинство их, как правильно говорите, не то, что не знают украинского, они просто только на венгерском разговаривают, то есть, они не могут себя найти дальше в Украине, не поступить ни в какой вуз, не найти работу. Следующий этап, это вот это вот, ну, я не скажу уж, я не назову это насильственным, насильственной выдачей паспортов, но эти вот то видео, о котором вы упомянули, оно уже еще сопровождалось не просто какими-то методичками, а это была такая накачка, как этот факт нужно скрыть от украинских властей. Но это уже просто какая-то подрывная работа. То есть, это не позволяет никакие, так сказать, невенские конвенции о дипотношениях, не вообще нормальные правила, так сказать, взаимодействия государств. Тем более, с соседей, тем более Украины и Венгрии, у нас никогда с Венгрией не было проблем. Венгрия всегда была нашим союзником, партнером, защитником и одной из тех стран, которые больше всего поддерживали Украину и в плане ассоциаций с Европейским союзом, и в плане каких-то торговых преференций. У нас прекрасная достойная торговля, Венгрия один из наших больших таких партнеров в экспортных и экспортных. И вот тут такое начало происходить. То есть, мы пытались найти общий язык, встречались наши министры образования, странных дел, создана была специальная комиссия по вопросам образования, и, в общем-то, был найден какой-то компромисс, ну, некий компромисс, который сводился к тому, что вот это введение украинского языка в тех венгерских школах, оно будет постепенно. То есть, речь идет о том, что с завтрашнего дня запрещают говорить на венгерском, и должен физику учить на украинском языке. Это просто, так сказать, технически невозможно. То есть, сначала ввести украинский язык хотя бы там с пятого класса, условно говоря, чтобы вот это поколение не пострадало. И постепенно делать так, чтобы люди, так сказать, получали, это же лучше знать и венгерский, и украинский язык. Тем более, что я еще мог бы понять мотивы тех людей, которые пытались получить венгерские паспорта, когда не было безвизового режима с Европейским Союзом. Сегодня он есть. И сегодня с венгерским паспортом или с украинским, ты можешь спокойно въехать в ЕС. То есть, эта проблема не существует. Поэтому, знаете, иных мотивов, чем создание какой-то пятой колонны на территории соседнего государства, я не вижу. Вот, кстати, Леонид, здесь тоже такой момент. Я прошу прощения, Леонид, я бы хотел чуть-чуть уточнить. Этот закон гласит, я вот специально выписал. Новый закон предполагает, что с 1 сентября 2018 года на Украине преподавание на языке национальных меньшинств, то бишь, в данном случае, на венгерском, будет разрешено лишь для учеников младшей школы. Ученики средней ступени смогут изучать язык нацменьшинств не больше двух часов, то есть, двух уроков в неделю. Мера эта временная. Через полтора года, с 1 сентября 2020 года, венгерский язык не будет преподаваться, то есть, только украинский и в младших классах тоже, с первого класса. Я хочу напомнить, что сегодня, когда мы только встретились, я сказал, что сегодня мой личный праздник, праздник, я много лет проработал учителем, и могу сказать о том, как функционируют школы в Азербайджане. Это тоже, в общем-то, национальная республика, она не входит в СНГ. В Азербайджане колоссальнейшее количество азербайджанских школ и колоссальное количество русских школ. Кроме того, и школы смешанные. И ты можешь изучать, то есть, проходить курс, школьный курс на любом языке, на котором ты хочешь его изучать. И дело в том, что нет запрета, а Украина запрещает национальную школу. То есть, нет запрета для русского языка на Азербайджане? Конечно, конечно, нет никакого запрета. Более того, отображение с еврейской школы. Пожалуйста. Дело в том, что если, как вы правильно заметили, венгерский консул выдает венгерские паспорта, и люди эти паспорта берут, цифры ты отзвучил сам, то я могу предположить, что если завтра в Киеве посольство, я беру чисто такую гипотетическую, абстрактную ситуацию, посольство Соединенных Штатов, Англии, Франции, Германии, Италии начнут выдавать свои паспорта или право на жительство, ну, типа грин-карты, жителям Украины, то очередь выстроится от Киева до Москвы. И то вы самое в Москве. Если очередь посольства этих стран, которые выдают российским гражданам или на Украине украинским гражданам, выдают разрешение на проживание или паспорта вот этих государств, Америки, Англии, Франции, Италии и так далее, то очередь выстроится от Москвы до Киева. Поэтому я не вижу ничего страшного в том, что Венгрия выдает паспорта всем желающим. Она же не принуждает их получать паспорта. Она рекомендовала им венгерское консульство в целях, ну, собственной безопасности, скорее всего, скорее всего, не распространяться об этом факте. Что касается общей ситуации... Леонид, у меня такой вопрос. Судяло в том, что когда, вот как раз то, что Владимир сказал, когда выдаются вот эти паспорта, количество все увеличивается и увеличивается. Следовательно, есть потребность. Было уже сказано, пятая колонна, вот это слово, это определение. Все дело в том, что я вспоминаю ситуацию середины 90-х годов. Не я лично, а я просто исторический ракурс привожу в пример. Значит, ситуация в 90-х годах, когда в Южной Осетии, я уже не говорю о Северной Осетии, Россия выдавала паспорта. Россия выдавала паспорта, да. А потом в 2008 году Дмитрий Медведев сказал, что нужно защитить нас, Россия, в Грузии, в Южной Осетии. И мы помним 8 августа. И началась экспансия. То есть здесь нет такого момента. В чем вина Осетии и осетинцев? В чем их вина? Эта провокация была России. Ну, то есть, будем так говорить, далеко идущая операция. Россия всегда устраивала тщательно подготовленные предварительные провокации, ситуации, которые позволили бы ей предпринять какие-то действия в отношении своих соседей. Но в чем вина Южной Осетии? Вот эти гражданины Южной Осетии, где доминировал, кстати, русский язык, я прекрасно знаю этот регион, я и там, и из Азербайджана. И то, что им выдавали, и уже не насильно выдавали эти паспорта, они приходили сами и брали эти паспорта. В чем их вина? Мы сейчас не говорим о вине. Значит, существует Венгрия как государство? То есть, короче говоря... Существует, опять-таки, мы прекрасно знаем, что такое историческая данность. Какие-то части Западной Украины принадлежали Венгрии. Это вот сейчас как раз Владимир расскажет. Абсолютно верно. Значит, существует огромное количество нас, венгров, на этой территории, которые будут объявлять независимость, и не Венгрия будет им только в этом помогать. То же самое происходило. Россия сказала, там наши россияне в Южной Осетии, в результате мы имеем право их защищать. Я вообще считаю, что подобные пересмотры... Это другое дело. Границы и так далее, это полный бред сейчас. Но я не вижу никаких оснований для того, чтобы осуждать жителей вот этих районов, где получают венгерские паспорта, потому что они пятая колонна. Они что, пойдут маршем на Киев? Так мы же обвиняем не их, мы же обвиняем не Границы. Мы говорим о Венгрии. Мы говорим о Венгрии, которая... Она нарушила какие-то законы? Безусловно. Тогда подавайте международные суды. Ну, боюсь, что до этого дойдет, но не хотелось бы. Опять-таки, предлогом для всего этого, поводом, вернее, не предлогом, а поводом, стал запрет национальных школ. Если бы не было этого закона, они бы спокойно продолжали там выдавать или не выдавать и так далее. Это повод. Это повод для... Это сейчас стало поводом. Сколько лет уже продолжается выдача вот этих паспортов и так далее? Мы сейчас говорим только о... Я еще раз говорю, я привел статистику 2015 года, три года назад, более свежих данных нет. Около 94 тысяч получили паспорта в Венгрии, жили в Украине. Да, я слышал о 100 тысячах, это примерно одна та же цифра или сумма. Около 70 процентов, я не ошибаюсь. Ну, 70 тысяч, от 70 до 120 тысяч там есть жители венгерской национальности. Вот примерно это и соответствует той цифре паспортов. А какие части, были ли какие-то части Венгрии присоединены к Украине? Нет. Нет. В данном случае это происходило, например, в случае с Польшей, то есть там был определенный обмен, так сказать. Ну, не обмен, но... Присоединение. Присоединение. То есть что-то отошло Польше, а что-то от Польши отошло Украине. С Венгрии такого не было, как, впрочем, если я правильно помню, и с Румынией. Но дело даже не в этом. Понимаете, а давайте вспомним... Вот вы вспомнили Южную Осетию, а давайте вспомним историю с Крымом. В Крыму тоже точно никто не знает, но, по всей видимости, ни один десяток тысяч русских паспортов и российских был выдан. А после чего произошло то, о чем мы все теперь знаем. То есть я далек от того, чтобы обвинять Венгрию в подготовке какой-то такой ползучей аннексии, сказать, Закарпатья, но выглядит очень как-то некрасиво. Ну, понимаете, в чем дело? Что касается Крыма, это, надо сказать, наш семейный, кстати, родлад тоже существует де-факто. У вас с супругой? С супругой, с детьми и так далее. И с половиной моих товарищей и друзей. Бывает сплошь и ряд. Да. Де-юре, вернее, де-факто, все понимают. Все понимают, что Крым принадлежит, будем так говорить, Украине. Вообще-то он не принадлежит Украине, но неважно. У вас де-юре, а не де-факто? Как раз, как раз, речь, разговор, разговор. Ну, кстати, я не буду сейчас на этом оздоравливаться, поскольку... Это долгая, длительная тема. Она совершенно простая, она совершенно простая, эта тема. Итак, существует де-юре. В 1954 году Крым стал украинским. Вот все остальное, я еще раз говорю, когда-то здесь, за этим же столом, привел пример Калининграда, который был Кёнингсбергом. А в 1945 году он стал Калининградом. И, кстати, должен был временно оставаться на территории СССР, после чего его постоянно привели. Я приводил этот уже пример. Считайте, что смута идет в Москве. Путин, вот подняли смуту там. Путин вдруг перебрался в Санкт-Петербург. В Кремле разброты шатания. Там Навальный вывел 100 тысяч человек на Красную площадь. Некогда разбираться с окраинами. А, кстати, в сегодняшнем Калининграде там очень сильное течение по возвращению города его имени, которое мэр возглавляет с 2010 года. И Калининград и Калининградская область, они объявляют о том, что они хотят в это время, когда некогда Москве об этом даже думать, и переезжают на вертолетах Путин, вот его отправляют, как Януковича в свое время, в 2014. Нет президента у России в этот момент. Смута, представим себе. И Калининград объявляет, что он хочет независимости. Проходит референдум считанные недели. Объявляют о том, что они независимы, а после этого Бунденстаг, через два дня решает, что Калининградская область принадлежит Германии. Я уверен, что будут, конечно, они рассказывают, что она всегда историческая данность была, это всегда была немецкая земля. Там похоронены известные и философ Стадий Гофман, между прочим, который известен нам щелкунчиком и так далее. Но я уверен, что весь мир после этого назовет Германию бандитом. Потому что, я еще раз говорю, юридически сегодня Калининград, Кёнигсберг принадлежит России. Потому что вступает, и вон, насколько я знаю, обсуждал эту тему в различных комитетах, вступили в противоречие два закона. Закон, я не знаю даже, как это правильно сказать, не закон, а постановление, о праве нации на самоопределение и принцип национальной целостности. Вот эти два понятия, они вступают между собой в противоречие. Я еще раз говорю, здесь де-факто и де-юре никаких противоречий нет. Никаких. Я сам из Крыма, я родился в Екпатории. Если мы вернемся к ситуации в Украине, вот эта венгерская тема, как вы видите ее развитие? На самом деле, то, что происходит сегодня, высылка консула и так далее, это ведет практически... Мало того, сегодня же мы, говоря о Венгрии, говорим и о Евросоюзе тоже. Ну, вы знаете, вот я уже говорил о том, что такое проведение Венгрии, оно не то, что не приветствуется в Евросоюзе, оно вызывает, ну, сначала вызывало такие усмешки, а сегодня уже вызывает тревогу. Я общаюсь с коллегами, так сказать, венгров по Европейскому Союзу, причем это страны, так сказать, самые разные, не только соседи Венгрии, а и Германия, и Франция, и так далее. Они говорят, что поведение Венгрии, причем это же не в Нью-Йорке, это происходит и в Брюсселе, и везде. То есть, Венгрии, ну, стали таким каким-то, знаете, плохим мальчиком в Евросоюзе. То есть, они блокируют многие решения, касающиеся не только Украины. И это Евросоюзу просто уже серьезно начинает не нравиться. А если идти дальше, например, ну, причем тут закон о языках, к вопросу о перспективах вступления Украины в НАТО и Европейский Союз. Ведь Венгрия блокирует это тоже. Венгрия блокирует участие наших министров и президентов в саммитах, так сказать, с НАТО и с Европейским Союзом. Причем тут это? Это Европейский Союз не понимает, и НАТО тоже не понимает. Но сделать ничего не могут, потому что такова западная демократия. То есть, вот одна страна против, нет консенсуса, нет решения, значит, ничего не происходит. Но я думаю, что... Это устав Евросоюза, даже не демократический. Устав Евросоюза, да, и устав НАТО, естественно. Вернее, договор о создании НАТО. Возвращаясь к вашему вопросу, я бы ответил так. В дипломатии нужно вовремя остановиться. И, конечно, да, мы не сможем за день вернуться к статус-кво, например, как это было там два года тому назад. Но я сам присутствовал на, ну, как минимум одной встрече министров национального дела Украины и Венгрии. Это было в прошлом году. Они обо всем договорились. Все выглядело нормально. То есть, было договорено все-таки создать вот ту рабочую группу, о которой я говорил, в составе министра образования, так сказать, местных, так сказать, местной власти. Это было год назад. Сейчас Клинкин говорит, ситуация в тупике. Да, но смотрите, сегодня министры встретились. Вот, вернее, год тому назад. Проходят два дня, венгерские министры выходят на прессу и говорят, что опять Украина все нарушила, разрушила, так сказать, не... То есть, получается так, что все, о чем мы договариваемся, через несколько часов или дней ставится под сомнение в Венгрии. Я не понимаю, зачем это делается. Если это популизм, если это игра на выборы, ну, так можно вообще дойти, зайти очень далеко. То есть, надо остановиться. И, кстати, возвращаясь к тому закону языках, вот именно то, о чем вы сказали, и было предметом тех самых консультаций в рамках вот той группы. И мы договорились с венгами о том, что мы эту тему замораживаем и пытаемся найти некое среднее решение. То есть, не с пятого класса, а с десятого, не с двадцатого года, а с двадцать седьмого. Ну да, есть различные условия. Но надо же садиться и говорить об этом, а не отзывать консулов. И потом, понимаете, ведь, ну хорошо, если мы уж начали пытаться находить общий язык по языкам, зачем же в это время выдавать паспорта? Ну давайте сделаем какую-то, так сказать, паузу, никто же не говорит. Заморозим ситуацию и разберемся, да? Разберемся, да. Но это все, так сказать, начинает вываливаться на какие-то телекамеры. Причем я совершенно уверен, что в самой Венгрии, наверное, это не является таким острым вопросом, как мы сейчас об этом говорим. Это вопрос политики, это вопрос выборов. Понятно, но я не думаю, что эта тема беспокоит, так сказать, каждого второго Венгрия на улице Будапешта. Ну она беспокоит, видимо, достаточное количество украинцев. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я не сомневаюсь в желании министра иностранных дел Украины как-то урегулировать ситуацию. Не сомневаюсь в его желании, как вы правильно сказали, вовремя остановиться, затормозить и так далее. Насколько его мнение и насколько его желание совпадает с общим настроением, которое сейчас на Украине? Ведь вы же понимаете, что Украина тоже на грани выборов. И выборы довольно серьезные. Рейтинг Порошенко, он, мягко говоря, невысок. Мягко говоря, он невысок. И насколько, вы понимаете, я все это прошел. Я, еще раз говорю, из Азербайджана. У нас был народный фронт. Это было до народного фронта, до вот этой борьбы за самоопределение, это была блестящая республика. Культурная, развитая, богатая, гостеприимная и так далее. Когда к власти пришла вот эта толпа, толпа, вооруженная толпа, которая врывалась в дома, грабили, приходили к директорам предприятий, требовали деньги на стол, на нужды народного фронта. И попробуй только не дать. Когда людей выкидывали... Это я все понимаю, да. Секундочку. И вот здесь у меня прямая аналогия с Майданом. Я в свое время писал сансью, вернее, не я писал, а моя жена еще писала. То есть он называется дежавю. И мы говорили в этой статье, это была наша обоюдная такая статья, что государство, в котором государственные вопросы, вопросы власти, вопросы политики, решаются не парламентом, не сенатом, не радой, то есть не выбранными лучшими людьми нации и народа, а решаются на улице толпой, это не есть государство. Это не есть государство. Мы через все это прошли. И когда вернулся Гейдар Алиев и разогнал всю эту свору, разогнал, на него молились. Потому что в республике наступил порядок, покой, мир. Аналогии имеют, наверное, смысл. С другой стороны, Майдан закончился, сейчас уже руководит страной президент. У меня к вам еще один вопрос. Поскольку вы здесь, за этим столом, я хотел бы, чтобы вы пояснили вот эту всю ситуацию с договором о дружбе с Россией. То есть Украина разрывает договор о дружбе. Мне кажется, это вполне логичным после того, что происходит в последние годы, когда, собственно, Россия, она всячески уходит от того, чтобы ее объявили врагом Украины. Но все делает для того, чтобы украинцы так считали. Ваш комментарий по всему этому? Ведь договор о дружбе сколько, он с каких лет? Он был подписан в 1997 году, вступил в силу, виднее, был рефицирован в 1998, по-моему. То есть вот ему как раз 20 лет где-то будет исполняться в октябре или в ноябре. Я хотел поправить вас. Мы не разрывали. Мы сообщили России, что мы не продлеваем его. Это несколько разные вещи. Разрывают это, когда уж совсем все плохо. Дипломатические тонкости. Да, ну да, это может быть, так сказать, всем понятно, так сказать, простому человеку. И, в общем, не в этом вопрос, а в том, что Россия нарушила, ну, знаете, каждую запятую этого договора. Не то, что каждую букву, а каждую запятую. Поэтому продолжать его дальше, это продолжать делать вид, что у нас с Россией все хорошо. Даже название самого договора о дружбе и историческом партнерстве. Ну, какая дружба? Я бы хотел тут процитировать, я не помню, кто точно это сказал, но мне понравилась эта фраза, что за последние 4,5 года Путин сделал для того, чтобы превратить Украину во врага России и вернуть Украине реальную, настоящую независимость больше, чем кто-либо другой в этом мире. Я тоже так считаю. Хотя мотивы были, наверное, у него совершенно иные, я так думаю, но тем не менее... Мало того, я всегда добавляю, Украину не так много знали вообще в международном сообществе. Но какая-то страна, которая там в свое время, времена СССР, она тоже заседала в ООН, кстати. Ну, где-то там на периферии. 2014 год вывел Украину, в общем-то, в одну из стран, на которой сошлись масса различных моментов. То есть, об Украине сегодня говорят везде. Это заслуга Путина, безусловно. Да. Так что, опять-таки, по вашему вопросу, договор просто потерял всяческий смысл. И дальше просто смешно и непонятно даже, так сказать, для наших партнеров и в ООН, почему Украина, говоря о том, что по факту у нас происходит война с Россией, имеет договор. Ну, вот, еще одно, так сказать, сравнение. Это, примерно, то же самое, что в 1942 году, условно, чтобы кто-то полетел на переговоры в Берлин, так сказать, ну, не Сталин, а какой-то еще руководитель. Или продолжал бы торговлю, так сказать, с Германией, с Советского Союза. Время, когда она воюет на твоей деятельности. Ну, и уж, конечно, ни о ком договоре о дружбе и сотрудничестве и партнерстве речь больше не может идти. Дальше, как вы это видите? То есть, вот договор о дружбе разорван, а дипломатические отношения при этом существуют. Существуют. Они могут закончиться тоже? Знаете, дипломатические отношения, я сам говорил неоднократно, что мы, в общем-то, опоздали с их разрывом. Их разрывать надо было сразу. В 2014 году? Да. Шагов, наверное. Как бывший посол в России, я же это все пережил, так сказать, на своем примере. А вы как раз были в 2014 году посолом? Да, я в 2014 году был, и меня отозвали сразу после аннексии Крыма. И потом прошел месяц, два, полгода, год. И, конечно, уже логики в разрыве отношений через такой долгий период уже не осталось. Сейчас у нас нет посла в Москве и у России нет посла в Киеве. Есть временные поверенные или просто дипломаты, кто исполняет обязанности, поддерживает какой-то минимальный уровень активности. Хотя сложно называть это какой-то работой или активностью. Но, тем не менее. То есть, сейчас, разрывая их, не разрывая, это уже ничего не изменит. Гораздо важнее то, что и де-факто, и уже де-юре Россия является агрессорами, оккупантом. Это написано прямым текстом уже в нескольких резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. И что бы там Россия не рассказывала, это уже факт. Что их там нет. И ООН признала, что они там такие, да, есть. И что они аннексировали Крым. Какие бы истории под это все, так сказать, не закладывались. И то, что Россия реально присутствует на Донбассе. Вот, может быть, это там не десятки тысяч регулярной армии, но об этом никто и не говорит. Но то, что все это контролируется абсолютно и кукловодится Россией. Вот это все факт. И об этом все знают. Я хочу, чтобы мы перешли к другой теме. Леонид, тема Сирии. Кстати, я прошу прощения, я бы хотел добавить, что это абсолютно логичный шаг непродления этого договора. Я сказал слово логичный, так что да. Да, я могу сказать одну вещь, что я убежденный трампист, вот как и вы, насколько я понимаю, сторонник Трампа. Но я считаю, одной из основных его ошибок, на мой взгляд, попытка поддерживания дружеских отношений или дружбы с Путиным. Потому что страна, в которой существует самая крупная в мире и самая крупная в истории преступная организованная группировка в лице всех спецслужб России, поддерживать вот с этой бандитской группировкой отношения, руководит которой Владимир Владимирович Путин, невозможно. Я понимаю. Я думаю, что я здесь не согласен, поскольку я считаю, что у Трампа прослеживается определенная стратегия. Точно так же он ведет себя и с Си Цзиньпином, и обратите внимание на этой неделе выступление Пенса, вице-президента. Вот, то же самое, точно так же он ведет себя и с Северной Кореей, то есть он говорит о том, что мы дружим, и с Северной Кореей мы уже дружим, и Китай замечательный, и у нас отношения должны быть дружеские с Си Цзиньпином. Но это же абсолютно та же логика, что и в отношениях с Путиным. И тем не менее, давят на Китай и давить будут. И точно так же происходит и с Северной Кореей, и по отношению к России. Только усиливаются санкции. Так что я думаю, что здесь определенная логика существует. Просто-напросто, если мы говорим о дипломатии. Вот такая дипломатия сегодня у Белого дома. И мне она очень нравится, мне она по душе. Итак, по поводу Сирии. На этой неделе, кстати, исполнилось 5 октября, вот этот срок, который, собственно, министр обороны Российской Федерации Шойгу объявил, к 5 октября будут поставлены С-300. Поставлены они были, как это, раньше плана, да, или как это там, в общем, успели поставить к первому или ко второму. Перевыполнили план. Перевыполнили план. Вот. Значит, досрочно выполнили, я бы так сказал. 4 С-300 уже там стоят. Я вспоминаю наш разговор в пятницу с нашим корреспондентом из Израиля. Я говорю, ну а что Израиль будет делать? Можно ли как-то в этом плане разговаривать дальше с Россией? Поскольку, если мы говорим о том, что С-300 уже существует в России, чего добивается Россия? Она добивается того, что Сирия будет для американцев и для израильтян, как считают Россией, бесполетной зоной. На самом деле, наш корреспондент из Израиля ответил мне на это следующее. Он говорит, что, ну, уже она поставлена. Поставлены уже эти комплексы. Теперь израильтяне приходят к выводу, что для наших вооруженных сил это ничего страшного для израильских. То есть, существует, я уже не говорю о стелс, там, об F-35, которые просто-напросто, кстати, не С-300, не С-400, которые на базах российских в Сирии не видят. То есть, израильтяне приходят к выводу, ну да, да, существует проблема, но для нас она решаема. Ваш взгляд? Ну, мой взгляд, опять-таки, мы как-то до этой сегодняшней программы говорили с вами на эту тему. Я считаю, что вообще это колоссальнейшая провокация России со сбитым самолетом и как повод, как предлог для поставки С-300. Таких случаев было в истории немало. Если вы помните взрыв жилых домов в Москве на Гурьяновском, там, ну, когда взорвали жилые дома. Печатники, да? Да. Метро-печатники. И как... Метро-текстильщики. Или текстильщики. Я просто там жил в свое время, поэтому я знаю очень хорошо это. Да, я там не жил. Но это было поводом и предлогом для начала Чеченской войны. Второй случай был, если вы помните, в Рязани, когда жители, напуганные всеми этим, просто за руку поймали людей, которые заносили в подвал эти мешки. Местное КГБ, местное резонанское КГБ определило, что это гексоген, но потом почему-то выступили все и сказали, что это был сахар, это были учения и так далее, и так далее, и так далее. Я был хорошо и лично знаком с неким полковником ГРУ, кавалером Ордена Ленина и вот до Пупа Орденов, который закладывал, то есть чьи люди, вернее, закладывали этот гексоген в Казани, в Рязани. Вам надо поговорить с Юрием Фельштинским, который способствовал снятию фирма на эту тему. Он здесь все время сидел тоже в моей программе, мы это обсуждали подробно. Я просто с этим человеком был более чем знаком, мы были в достаточно дружеских с ним отношениях. Поэтому всю эту методику, вы понимаете, что устаревший самолет-разведчик винтовой, если не ошибаюсь. Ил-20. Да, Ил-20, он винтовой, если не ошибаюсь. С 15-ю там или с каким-то количеством российских специалистов, как они утверждают, высокого качества, был сбит сирийцами, которые в тени этого самолета прятались израильские. Это эшелон называется, то есть коридоры они вошли. Да, хотя все уже доказали, что этого быть не могло по определению, поскольку минимальная скорость этих истребителей в 2,5 раза выше максимальной скорости этого самолета. То есть они чисто по законам физики не могли спрятаться и так далее. Но это был повод. И неважно, они сбили. То есть, вы знаете, старый анекдот. Ложечки нашлись, а осадок остался. То есть неважно, это израильтяне сбили, или сирийцы сбили, или они прятались, или не прятались. Россия пожертвовала этим самолетом, как поводом, для того, чтобы поставить С-300. Вы считаете, это было подстроено? Вне сомнения, вне сомнения, точно так, как были построены взрывы жилых домов в Москве для начала Чеченской войны, как повод для войны, точно так, как готовили для развития аналогичные взрывы в Рязани. Да вот хоть убейте меня, убежден, что это, и я очень сомневаюсь, что там на этих установках С-200, если не ошибаюсь, да, ракеты, которые были... Когда были С-200. Да, который был сбит от самолет, я очень сомневаюсь, что там сидели сирийские специалисты. Очень сомневаюсь в этом. Но сейчас ведь ситуация, сейчас ситуация С-300 тоже любопытная получается. Ну, вы понимаете, что... Я просто по поводу специалистов. Кстати, Шойгу, он сказал Путину, Путин сам даже удивился и переспросил его. Шойгу говорит, мы за три месяца обучим сирийцев. Путин говорит, за три месяца. За три месяца. Да, то есть понятно совершенно, что там будут сидеть российские военнослужащие. Военнослужащие. Если израильтяне говорят, это заявил и Виктор Либерман, это заявил, собственно, и премьер-министр Израиля, они говорят о том, что мы не дадим, не дадим там развивать иранскую структуру и так далее в Сирии. Мы будем уничтожать эти цели. Речь идет о том, что если нужно будет уничтожить С-300, но тогда это конфронтация с Россией напрямую, поскольку там погибнут российские военнослужащие, обслуживающие С-300. Если к этому времени привести слова Шойгу, что мы за три месяца обучим, и там погибнут русские, их там не должно тогда быть, по идее. Что они делают на этих установках, которые расположены не на территории российских баз? Никто говорит, российские базы бомбить не собираются. Логично, ваш ответ принят. Пожалуйста. Я на это скажу коротко. Два года Украина провела в Совете Безопасности ООН. В течение этих всех двух лет, 24 месяца, каждую неделю возникала сирийская тема. Она и сейчас продолжает быть в центре внимания. Все эти два года мы пытались убедить наших партнеров по Совету Безопасности, по ООН, что, понимаете, России просто нельзя верить. Они все надеются на то, что вот надо же найти общий язык какой-то сессии. Вот то, о чем вы говорите, вот эти вот поставки, не было бы С-300, придумали что-то другое. Не сбили бы этот самолет, сбили бы другой самолет. Нельзя этой стране верить сегодня. То, что она, так сказать, вытворяет в мире. Она доказала, что ей нельзя верить. Она доказала, что ей нельзя верить, и каждый день это подтверждает. Сначала их там нет, потом к Скрипалю мы не имеем никакого отношения. И все это, причем, понимаете, вызывает какие-то такие злобные, абсолютно, я бы сказал, даже идиотские комментарии различных споксманов. Вот МИДа России, правительство России, президента России. То есть это уже вызывает не смех, а какое-то сомнение вообще в какой-то адекватности. Причем я должен вам добавить, что на этой неделе, когда, ну, кстати, вот 4 числа вышла же в Великобритании книга о Скрипале, Путин сказал, он говорит, что хватит уже, это же маразм, его пора прекращать. То есть пора прекращать, потому что чем больше фактов накапливается, что вот этот Баширов там, да, это не Баширов, что происходило не так, как в России. Они же выставили себя на посмешище, выступая на Арктии. Ну, месяц тому назад Путин говорил, что, да вообще это люди гражданские, никакого отношения. Месяц тому назад. Он же просто врет всему миру. То есть пора прекращать, давайте вообще эту тему закроем. Вот и все. Вот так в России сказано президентом. А потому что нечем объяснять. Если вы помните пару программ назад, где-то полтора-два месяца назад, я привел вам цитату из Жванецкого, что отрицаете. Если вас поймали за руку, отрицаете. Отрицаете все. Главное успеть одеть трусы. Вот здесь, вот самое интересное, что здесь не успевают и трусы одеть. Владимир, итак, Сирия. На самом деле, кстати, интересно, что когда я читал первые какие-то статьи по этому поводу, упоминали и Украину. Это для Украины тоже очень интересный пример. Поскольку, когда мы говорим о Сирии, ведь там, где пролетели эти самолеты, где был Ил-20 и так далее. Четыре этих самолета, это F-16, кстати. Это совсем не последний самолет, не последних моделей. Все о них знают об F-16. В отличие от Стелс, они не могут уйти от радаров. Они пролетели буквально там несколько метров над землей. То есть, это просто уникальная операция, ювелирно проведенная израильскими летчиками. Говорили о том, что это и для Украины тоже очень интересный пример. Поскольку там все напичкано ПВО. Вот там, где летели израильские самолеты, все напичкано ПВО. Они так работают. То есть, на самом деле, Украина, ей пример, что можно сопротивляться, можно и побеждать в этих вопросах. Ну, вы знаете, я, конечно, не военный эксперт, в общем, далек от этого дела. Но я понимаю так, что на сегодняшний день уже, ну, если у России действительно были планы, о чем многие говорили, продолжают говорить, там, дойти до Киева, до Чернигово и так далее, не остановившись в Донецке, то на сегодня это уже с военной точки зрения невозможно. Потому что украинская армия... Невозможно. Невозможно. Это совершенно другая армия. Мы не говорим о том, что мы будем там пять лет биться, так сказать, с Россией и победим. Потому что, конечно, силы несоизмеримы. Но когда начнут поступать гробы, реально, не десятками, а сотнями и тысячами, а это будет, безусловно. Да, будет гибнуть много украинцев, безусловно, и, наверное, даже больше, чем россиян. И я надеюсь, что это все-таки не дойдет, потому что это будет просто убийственный идиотизм. Но сегодня Россия так просто не то, что не дойдет. И дело даже не в ПВО, а в том, что, понимаете, 4,5 года назад у нас армии практически не было. Это называлось армия. На самом деле, какие-то были остатки, так сказать, советского, там, какого-то киевского округа. Вот, без нормального вооружения. Разворованно. Никто никогда не думал, что нам придется воевать. Распродано, разворовано. Распродано, разворовано. Сегодня совершенно другая армия, другие командиры. Я уверен, что и ПВО уже есть. А нет ПВО, так, говорится, голыми руками останавливать будут. И Россия это прекрасно понимает. Именно потому она остановилась. Потому что, я не думаю, что остановилась она из-за санкций, из-за того, что Путин что-то понял. Он никогда ничего не поймет уже. Он реально хотел, так сказать, дойти как можно дальше. Вы считаете? Я так считаю. Отсюда все эти были провокации на юге Украины, кстати. Я помню. Безусловно. Одесса, Херсонская область, которая находится рядом с Крымом. А сегодня центр этой провокации перенесся в Азовское море. Сначала построили мост Терченский. Теперь говорят, что этот мост изменил вообще все границы. И теперь море уже не так разделено, как было раньше. И вообще Азовское море это уже наше море, российское. И туда уже согнали часть Каспийской флотилии, через какие-то там каналы, волгодонские и так далее. Туда стягиваются какие-то войска для чего? Чтобы с НАТО воевать или с кем? Азовское море, совершенно мирное море, там вообще никогда не было никаких военных сил. Сегодня это там какая-то флотилия уже российская. Мы же говорим об Азовском море, а не о Черном море. Да, там Новороссийск, Крымский флот и так далее. Но это Азовское море, всегда там ловили рыбу и загорали. А сегодня Россия превращает его в какой-то форпост против всего мира. И, конечно, Украина под боком. И, еще раз говорю, силы несоизмеримы. И сегодня это действительно серьезный вопрос. И мы уже привлекаем к нему внимание и в ООН. что это может быть точка или место следующей конфронтации. То есть захват Мариуполя с моря или какой-то десант, я не знаю, куда-то высажено. Им же может прийти в голову все что угодно. Не получилось на суше, начнут на море. А вы считаете, что вот эта идея реванша, она до сих пор существует в Кремле? То есть, несмотря на все проваленные совершенные операции в этом плане. Я думаю... Я считаю, что аннексия Крыма это тоже провальная операция. То есть, на самом деле, они сегодня так же, как и не знают, что делать в Восточной Украине, не знают, что делать с Крымом. Да, по большому счету, да. Это не только мое мнение, это мнение многих экспертов, что сегодня Россия просто-напросто взяла паузу и ждет до президентских выборов в Украине. Или до президентских, а потом до парламентских. Парламентские будут, наверное, где-то осенью следующего года. То есть, президентские это весна, ну, примерно там, март-апрель-май. И парламентские это осень следующего года. Если не придут те силы в результате этих выборов, которые выгодны России, я думаю, что Россия продолжит вот этот силовой сценарий. Давление. Да. Кстати, поскольку мы уже упомянули Скрипали, я вам тоже потом дам слово. Вот этот персонаж Баширов Чипига, там, Чипуга, Чипига, да, по-моему? Чипига. Да, Чипига или Чипуга. Он, в общем-то, ну, это уже совершенно понятно стало. Кстати, на этой неделе была опубликована есть такая газета Daily Express. Не Daily Mail, более популярная, известная, а Daily Express. Которая, кстати, и сказала о том, что вот эта фамилия Чипига, она существует. Они потом нашли там памятник Рокоссовскому. А рядом выписано его, как Героя России, выписано его имя и фамилия, да. Ну, доска почета. Доска почета. Не, ну, это такой вот, да, на памятник. Вот, и речь идет о том, что проведена была экспертами идентификация вот этого Чипиги, который 15 лет назад, молодой парень, там видно на фотографии паспортной. И вот эти последние фотографии, где он и на Раша ТВД и так далее. Несколько, несколько было проведено тестов различных. По одному тесту, просто мы говорим о том, кто это. 96,4% вероятность совпадения. А по другому тесту 98,6%. То есть, это один и тот же человек. Поэтому Путин и говорит, давайте закроем, а больше уже оправдываться некуда. Уже невозможно выйти из этой ситуации, она тупиковая. Знаете, Михаилович, было полным идиотизмом вообще выставлять их на Раша ТВД. Это был сценарий. Лучше бы они вообще пропали бы, исчезли, и, по крайней мере, не было бы так стыдно. Кстати, обратите внимание, ведь так, наверное, и нужно на Западе тоже. Вышли двое человек, сказали, мы не хотим больше давать интервью, мы не хотим, чтобы нас трогали. И в России их больше никто не трогает. Ни один журналист больше у них не взял интервью. Они вообще куда-то пропали. Я не знаю, насколько можно говорить, живы они или нет. Но их же просто нет. Выше люди сказали, нас это нервирует. Мы простые бизнесмены, средние руки. Мы занимаемся фитнесом, перестаньте нас трогать. И все средства информации ушли в сторону. Сразу перестали. Просто удивительно. Такое возможно только в России. Оказывается, так можно. Все дело в том, что вот это Чипига. Там же украинский след. То есть, речь идет о том, что он получил Героя России, там непонятно за что, или за чеченские войны. Хотя это давно, в общем-то. Это уже по сравнению с... Он в 2014 году. Другая теория, собственно, подтверждена уже каким-то интервью там с сослуживцами и так далее. Речь идет о том, что... Кстати, Аваков на эту тему сказал. Он говорит, что мы узнали его. Он нам известен в Украине. Именно он был один из тех, кто вывозил Януковича, я понимаю, на вертолетах из Украины в Россию. То есть, там четкий совершенно украинский след. Ваш комментарий вообще по этому? Ну, я не могу это, конечно, подтвердить, поскольку я не видел этих доказательств. Но это меня совершенно не удивляло бы, потому что... Знаете, что бы там ни говорили о непрофессионализме этих двух россиян, Чипиги, то есть, там, Петров Иванов или Баширов. Второй Петров, да. Да, Петров. Такой же Петров, наверное, как этот Баширов. Да, но что бы там ни говорили, мы же прекрасно понимаем, как все выросшие, так сказать, из той системы, что такие вещи поручаются только элитным людям, элитным подразделениям. Офицерам. Безусловно, да. Там молодыми или не очень. Получается, такая элита. Они так наследили, что весь мир об этом узнал. Ну, это уже другой вопрос. То есть, вопрос россиянализма, знаете, пускай вот разведчики оценивают, я в этом мало что понимаю. Но это вид о том, что, конечно же, вот, наверное, то подразделение, к которому они относились, если относятся, оно, естественно, было задействовано в самых сложных таких вот ярких операциях. То есть, это Чечня, это вывоз Януковича из Крыма, это захват Крыма, в конечном итоге, там, и взятие под контроль. Я не удивлюсь, если потом обнаружится, что он там где-то и Госсовет Донецка там захватывал, руководил какой-то операцией. То есть, это элита, которая используется, ну, любой страной. Ну, как вот там морские котики в США, и, условно говоря, какие-то элитные, и в любой другой стране. То есть, меня это не удивляет. Вполне возможно. Да, Леонид. Да тут и спорить, и говорить не о чем. Опять-таки, я говорю, ГРУ, КГБ, МВД, все эти там, это организованная преступная группировка, в которой есть свои боевики, свои думающие центры, там, свои умные головы, свои бригадиры, аналитики и так далее, и так далее, и так далее. Что касается элиты, я сомневаюсь, что это элита, потому что, ну, если вот Чипига и Петров, если это элита ГРУ России, то... Герой России, да, элита? Мы герои России все-таки. Да, элита. Так просто же не дают героя, наверное. Конечно. Несмотря за что, если они вывезли с Украины не только Януковича, но и там два-три десятка чемодана долларов, то почему бы им и не дать за это героя? Кстати, вот по поводу вывезли. Говорили же о том, что там было вывезено еще и какое-то количество тонн золота. Ну, я об этом не говорю. Ну, знаете, ну, опять-таки, трудно мне об этом судить или комментировать. Я считал и другие мнения, что, ну, там назывались суммы несколько миллиардов долларов, а кто-то... А вы себе представляете, что такое несколько миллиардов долларов? Это там, условно, 10 там КАМАЗов. Ружевиков, да. А кто, где видели эти 10 КАМАЗов? Или там тонн золота. Смотря на какие купюры, если по доллару, то это очень много. Да даже по 100, это очень много. Вот, если улетали там из этого Межигория два вертолета, то, наверное, туда загрузить там тонну золота или, так сказать, 10 миллиардов золота было... Можно. Ну, опять-таки, я не знаю. Вот, я столько денег в руках, естественно, с меня взял и не видел. В руках их никто не удержит. Но во всех случаях героя он заслужил. Почему нет? Заслужил героя, да. Кстати, у нас совсем мало времени осталось. Ваше мнение по поводу того, что происходит с номинантом на пост в Верховном суде Соединенных Штатов Америки Бреттом Кавана. Я должен сказать, что одно дело, это все вот расследование и так далее. Здесь проблема более широкая. И вам, как человеку, который... У меня и у Леонида у нас американские паспорта. Мы, как граждане Соединенных Штатов, мы это воспринимаем... В общем-то, я это воспринимаю для себя как просто позор для Америки, то, что происходит. Но не с точки зрения Кавана, потому что, опять-таки, нужно доказать, виноват он, не виноват. Какие-то женщины приходят 36 лет назад, он ее там как-то пытался что-то закрыть ей рот. Существует она и существует он. Мнение ее и его. Там свидетелей практически нет. А свидетель один, который есть, он отказывается. Он говорит, вообще он ее не помнит. То есть, это мы говорим сейчас в данном случае об этой Бетси Форд. А вторая там, третья... Вторая вообще говорит, что у нее провалы в памяти, а восстановилась у нее память после того, как она поговорила со своими адвокатами и с демократами. А третья, она в течение... Она 10 раз приходила, видела, что там девочек где-то насилуют, мальчики пускают по кругу. Она упорно туда ходила, пока ее не изнасилуют. В общем, какой-то маразм, честно говоря. Ваш взгляд на это. Самое страшное, что человек сегодня, он уже лишился лекций в Гарварде. При этом существует у нас в стране, так же, как и у вас в стране, презумпция невиновности. Он невиновен ни в чем, его уже наказали, отстранили от лекций. Ну, знаете, вот это меня больше всего тоже и как-то тревожит. То есть, тема, конечно, далека от моего круга деятельности и от каких-то, может быть, более глубоких комментариев. Но я скажу, единственное так, что, знаете, есть такая фраза, уже не помню, как вам обижать, тенденция, однако. И тенденция, мне это не очень нравится. Потому что на сегодняшний день, помимо презумпции невиновности, это становится неким таким, я бы сказал, политическим спортом, когда любой человек, которого планируют куда-то назначить, на высокий такой публичный государственный пост, он должен сто раз подумать, а с кем он там когда-то обнимался. Кстати, вот у вас достаточно значимый пост. Появляется какая-то ваша одноклассница, которая говорит, а я его помню, он там меня за коленку ущипнул. Вполне возможно. То есть, знаете, я далек там от феминизма или, наоборот, джона ненавистничества, где-то, так сказать, посредине. Но эта тенденция, она, скажем, проявляется и в других, ну, как сказать, сферах. Например, организация объединенных наций, близкая мне. Это далеко от темы Кавана, но тем не менее. На сегодня, вот есть конкурс, вы хотите попасть на работу в ООН, в секретариат. Есть конкурс, короткий список, прошли там, было 40 кандидатов, осталось там 5. Если из этих пяти есть одна женщина и четыре мужика, то им уже нечего делать. Все. То есть, ее возьмут только потому, что она женщина. То есть, знаете, удивительно, что она может быть и умнее, но никто не оценивает по уму, по тестированию, по каким-то в Советском Союзе. Надо было крестьян набрать, рабочих, а потом уже там... Это действительно напоминает те времена, то есть, кто дозвездки в кадровых вопросах. На мой взгляд, это кошмар. Я не думаю, что это правильно. Это положительная дискриминация. Два слова у нас, программа заканчивается. Ваш комментарий по поводу Кавана. У Америки великая страна, в ней все великое. Если это идиотизм, то это великий идиотизм. Благодарю вас на это положительные ноти, оптимистичные. Мы закончим нашу программу. О, уже тяжело. Я помню, мы когда-то... Да, столб был немножко короче. Дамы и господа, я благодарю вас за соучастие, за внимание к нашей программе. Прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Удачного вам завершения воскресного дня. До свидания. До свидания.